Здравствуйте! Всем здравствуйте! Привет, девчата! Привет! А вдруг и мальчишки есть? Девчонки и мальчишки, всем здравствуйте! С вами на связи сегодня Ростов-на-Дону. Головной офис компании Эйми, школа Екатерина Мирошниченко. И я, инструктор этой школы, Наталья Коклюгина. И мы обычно всегда с вами в четверг встречаемся в два часа и делаем незамысловатые дизайны, простые дизайны с помощью материалов, которые выпускает компания Эйми. И мы, когда выходит какой-то новый продукт, новые гель-лаки или новые какие-то материалы, декорации в данном случае мы сегодня будем рассматривать. Вот, значит, когда выходит новый материал, мы, конечно, стараемся показать вам в прямом эфире, что можно было бы сделать с тем или иным материалом, с той или иной декорацией. Но сегодня главная моя задача показать вам то, что вышел в работу у мастеров, появился новый материал в работе, да, декорация, так называемые нейл-дрессы, да, нейл-дресс, одежда для ногтей. Вот, значит, слайдер вот в таком вот единственном экземпляре, русский стиль. Вот, значит, как он будет у нас называться? Народное искусство. Народное искусство. Это слайдер номер 135. Доступен к заказу, его можно купить в магазине. Там, где продают продукцию Эйми, его можно купить на сайте Эйми, шопру, можно купить на маркетплейсах, продаются материалы на зоне, на Валбересе. Кому как удобно. Те, кто знаком с продукцией, знают, каким образом, значит, приобрести. Я единственное забыла, сейчас я, наверное, ага, вот так в этот, скажите, оп, ага, все, в режим поставлю, чтобы нас не беспокоили в течение этого часа. Так, ну, надеюсь, вот, да, нас все-таки смотрят, значит, вероятно, нас видно и слышно. И, значит, еще раз скажу, нейл-дресс, это у нас слайдер, слайдер дизайн, номер 135, народное искусство, вот такие замечательные птички-матрюшки, веточки-цветочки, птички, вот, значит, и мы с вами сегодня поговорим вот об этом, значит, слайдере, да, слайдер дизайне. Значит, ну, конечно же, я старалась сесть, немножечко поделать, покрутить, повертеть в руках, и вот придумала вот такие вот варианты. Екатерина Николаевна Мирошниченко уже тоже проводила в прямом эфире и показывала дизайны с этим материалом. Вот, ну, немножечко решила порисовать, немножечко добавила технику стемпинг. Вот, ну, давайте, как бы, начнем с какого-нибудь варианта и, например, рассмотрим вот на черном варианте. Видно? На черном варианте. Значит, ну, я тут нарисовала такие примитивные цветочки, какие-то ягодки, клубнички, и все это я взяла, и, значит, в интернете, да, немножечко покопалась. Я вам сейчас покажу, чем вдохновлялась. Очень сильно переживаю, конечно же, и я думаю, что... Сейчас я аккуратненько вот так вот уберу. Я думаю, что многим знакома такая тема, как хохломская роспись. Вот, смотрите, значит, на черном фоне красивые такие золотые листочки, золотые цветочки. Зеленый присутствует, золотой присутствует. Вот, смотрите, вот такие вот ягодки, да. Значит, ну, я думаю, что, не знаю, 90% населения, да, в нашей стране поймет, что это хохломская роспись. Сейчас-то, когда вот раньше дизайны делали в большом количестве на ногтях, мне кажется, что бы ни нарисовали, знаете, и как бы иногда так обыватели так говорили, так, о, ну, как хохлома, прям хохлома. Вензеля почему-то это хохлома, листочки с цветочками хохлома. Ведь на самом деле они будут правы, потому что, посмотрите, вот какая интересная матрешка в русском, да, русская матрешка. И вот, видите, красивая такая роспись хохломская. Листочки, клубнички и так далее. Я подумала, почему бы и нет. Вот, смотрите, нашла вот такой вариант. Подумала, что как раз-таки вот можно будет добавить вот такие вот планы цветочки. Видите, они такого желтого цвета, можно сделать золотистого цвета, зеленые. Листочки, которые напоминают как раз-таки вензелечки, да. Тоже вот добавить прикольно можно. Смотрите, вот такой вот вариант. Клубнички, листики, ягодки. Вот такой вот вариант. Ну, что хочется сказать про хохломскую роспись, да. Ну, так, если немножечко, значит, уйти в историю. Значит, ну, что такое хохломская роспись? Это декоративная роспись, которую используют при росписи деревянной мебели или посуды. Золотистыми вот как раз-таки зелеными, красными красками на черном фоне. Существует два основных типа росписи. Я, конечно, не училась в институте. Я не художник, не мастер прикладного искусства. Вот. Но в любом случае стало интересно, откуда же, что же это такое. И, оказывается, существует два основных типа росписи. Верховая. Красным и черным на золотистом фоне. Подфон. Второй вариант подфон. Золотистый силуэтный рисунок на цветном фоне. Это русский народный художественный промысел, который возник во второй половине 17 века в деревнях, расположенных на левом берегу Волги. Готовые изделия везли для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, от чего роспись и получила свое название. Видите, это вот такое краткое описание. Это то, что дает нам Википедия. Узоры Хохломы знакомы каждому. Ну, это то, что я, в принципе, говорила. Смотришь на него и понимаешь, что это точно русский стиль. Рассказываем об истории и мифах, связанные с красно-черной золотой надписью. Этому древнему промыслу больше 300 лет. А назван он так по одному из мест его распространения. Деревни Хохлома Нижегородской области. На самом деле роспись возникла не в Хохломе, а в десятках соседних деревень Заволжья, на территории современного Кавернинского района Нижегородской области, по берегам речки Узолы, в деревнях большие и малые. Вот, наверное, может быть, неправильное ударение сделаю, может быть, меня поправят. Бездили, Макушина, Хрящи в самом Кавернине, который считается родиной Хохломы. Что отражено на его гербе, значит, они позднее и создали артели мастеров, занимающихся хохломской росписью. Вот, так что, а в самой Хохломе работал базар, где распространяли данные изделия вот с такой вот красивой росписью. Так, ну, в принципе, это такой, знаете, как урок истории. Так, и я вот, я думаю, что всем знакомы, сейчас я вот найду, смотрите, я думаю, что даже у каждого в доме есть вот такие вот изделия деревянные, ложечки, там стаканчики, плошечки, чашечки. И я думаю, что многие-многие все это видели и много раз попадало всем на глаза. Ну, вот, почему-то мне я решила, что можно использовать вот как раз-таки, смотрите, золотистые какие-то дела, да. Ну, вот, мне понравился, потому что был очень легкий в исполнении. Сейчас, секундочку. Вот такой вот вариант мне просто как-то так запал. Видите, вот, с цветочками. И мы эти цветочки можем запросто изобразить. А уже к ним добавить, например, декорацию, да, которая уже четко подчеркнет наш вот такое вот народное искусство, русский промысел и так далее. Так, ну, пока уберу в сторону. Всем здравствуйте. Так, ну что, основа, конечно же, у нас будет черный цвет. Нет, попробуем один вариант сделать в черном цвете, один в белом цвете. Так, я сейчас пока уберу и возьмем в основу черный. Ну, это у нас гель-лак номер 30. 30. И в один слой, в один слой, потому что у нас потом будет в рисунке немножко многослойность, как минимум два слоя будет. Значит, аккуратненько, тоненьким-тоненьким-тоненьким слоем мы с вами заполним всю поверхность. Ну, естественно, пока сохнет, чтобы сэкономить времечко, мы с вами сделаем еще и вариант на белом фоне. Давайте. Ну, это, естественно, белый лотос. И можно, например, не на весь ноготочек, а попробуем сделать, допустим, часть ноготочка. Даже добавим элементы техники стемпинг. Давайте, например, это будет примерно, допустим, на две трети части ногтевой пластины. Мы же с вами говорим про дизайн одного ноготочка, да, как правило, что необязательно делать это все на всех ногтях. Ну, конечно, на любителя, но и тем не менее. Так как сейчас все мастера делают, стараются, работают все на скорость, стараются, чтобы уже там час и процедура готова. Не важно, будь то маникюр или гелевая коррекция, все стараются час и следующий клиент, час и следующий клиент. Но вот, мне кажется, для любителей все-таки хочется иногда что-нибудь хотя бы на одном пальчике, но сотворить какое-нибудь искусство такое вот. Так, тем более, что, в принципе, очень много таких вот выпускает компания декораций, которые позволяют, да, делать дизайны даже мастеру, который, допустим, ну, не рисует. Пусть по каким-то там определенным, да, моментам. Так, ну что, нам потребуется кисточка для рисования. Так, ну я, сейчас, секундочку, буквально. Можно взять идеальный мазочек номер 0. Кисточка идеальный мазочек номер 0. Очень красиво будут сразу лепесточки получаться. Ну, и для прорисовки каких-то тоненьких элементов нам потребуется кисточка 5 дробь 0. 5 дробь 0, ну, я вот взяла белую синтетику, можно взять черную синтетику, смысловую нагрузку. Кисточки унесут себя, в принципе, одинаковую. Кому-то нравится, когда кисточка чуть длиннее, тогда можно взять черную синтетическую кисточку 5 дробь 0. Кому вот нравится чуть поменьше, покороче, можно взять беленькую синтетику. Они, в принципе, этим отличаются. Так, ну что, значит, наметим наш будущий цветочек. Но, чтобы это было видно и красиво, сначала, конечно, нужно сделать белую подложку. Значит, мы возьмем с вами капельку белого гель-лака. А чтобы кисточки подготовить к работе, нужно, мы обычно, допустим, капельки базы, капельку базы возьмем. И промоем кисточку в капельки базы. Ну, вот идеальный вазочек номер 0. Я уже готовилась к прямому эфиру. На кисточке оставался красный цвет гель-лака. Мы с вами можем запросто кисточку в капельки базы промыть, и она будет готова к работе. Так, и теперь мы сделаем с вами подложку белого цвета под наш будущий рисунок. Рисовать мы будем, вот я уже показала. Еще раз, может быть, кто-то к нам только что присоединился. Я показала, какой мы будем... Сейчас, секундочку. Так, вот такой вот вариант. Видите, на черном фоне вот такие симпатичные цветочки, да, с листочками, вензелечками. Предлагаю вот такой вот вариантик. Условно понятно, что наша роспись будет очень условная, но мы давно ничего такого не рисовали. Вот, поэтому подготовим себе такой вот рисунок. Так, буквально немножечко нажав на кисточку, лепесточек один готов. Дальше, конечно же, мы будем их закрашивать каким-нибудь... Можно золотистый цвет взять, можно взять желтый смешать, например, там с белым, чтобы цвет был поярче. Ну, а пока белая подложка, потому что на черном фоне, если бы мы сразу с вами начали рисовать, то вполне вероятно, цвет будет не очень хорошо виден, поэтому мы с вами аккуратно... Я пока сама рисовала, сама себе, чтобы можно было что-то предоставить на экран. Конечно, рисовала без телефона, а сейчас я понимаю, что мне не очень комфортно, но придется подстраиваться. Так, много лепесточков, они даже где-то похожи на какие-то такие лепесточки от ромашки, да? Вот их много, они собираются все к центру. Ничего страшного, мы потом в центре все это дело, куда пришли все лепесточки, конечно же, замаскируем, поэтому никакого страха, в результате все равно все будет хорошо. Так, давайте я попробую клиентке пальчик перевернуть и вот отсюда... Еще пару лепесточков добавить. Так, это будет наша основа. Здесь будет такая красивая... Я вот думаю, там она клюковка, там, например, или брусничка, ну, неважно. Вот здесь будет красненькая. Так, лепесточки чуть-чуть подправим. Я тут практически улеглась под камеру, сейчас я... Так. Все-таки, когда сам с собой сидишь и рисуешь, как бы так, эх, удобней. А когда на камеру, еще и неудобно, а еще и нервишки бьют так вообще. Но, тем не менее, оп. Все, основа у нас готова. Давайте еще половиночку нарисуем, и он будет выглядывать вот где-то, например, вот здесь. И можно чуть покороче. Один лепесточек, нажали на кисточку, и вот так по кругу собрали, как солнышко. Так, белый цвет нужен для того, чтобы потом все остальные цвета были яркими, да, и было их хорошо видно. Так, давайте вот сюда вот закончим парой листиков. Серединку оставлю пустой, соответственно. Так, вот сюда можно пару листочков. Так, ну давайте вот здесь. Не знаю, как лучше подстроиться. Давайте я вот так сейчас чуть-чуть вот так. Раз. Мазочками, аккуратненько. Так, что можно еще добавить? Можно с помощью дотса, например. Дотс, да? Все же помнят такой металлический шарик. Я думаю, что у многих мастеров тоже он есть. Чтобы не рисовать от руки, а, допустим, поставить с помощью дотса. Мы потом эти шарики тоже будем закрашивать красным цветом. Так, основной цвет белый просушиваем, конечно же. Так, и что возьмем красным цветом? Ну, например, можно взять красную пасту. Я думаю, что тоже у многих мастеров есть. Если, например, нет красной импасты, кстати, и желтая, да? Для цветочков нам надо будет. А вот, можно взять, например, какой-нибудь желтый гель-лак. Например, смешать с белым цветом, да? Чтобы получился цвет яркий. Всем здравствуйте, да? Подняла голову. Это у девчонки здорово. Я невежда не здороваюсь. Но это все связано с тем, что чуть-чуть сосредоточено. Есть у нас такой набор красных гель-лаков. Можно взять, например, какой-нибудь красный цвет из этого набора, да? Тут вот как минимум 6 цветов красного цвета. Но давайте я возьму, например, гель-лак номер 453. 453 можно будет как раз-таки использовать. Так, ну и зелененький, да, нам нужен будет какой-нибудь там. Ну, нужен ли он вам будет, посмотрим. Ну, в принципе, можно вспомнить про набор гель-лаков. From Down to Dusk. Помните, такой вот еще у нас набор был. И здесь вот есть, например, зелененький цвет. Сейчас я его отсюда достану. Вот 404 номер гель-лака. Вот зелененький добавлю. Ну, все. Я, в принципе, кучу все собрала. Так, и теперь мы с вами продолжим. Так, какая тема сегодня у нас, да? Мы сегодня с вами поговорим на тему выхода новой декорации, которая вышла новая декорация. 135-й нелдресс. Народное искусство. Видите, матрешки, такие жуки в такой стиле, в стилистике такой русской, да? Тоже, между прочим, хохломы, вот эти спиночки все. Вот, и я предлагаю сделать, например, с добавлением росписи. Да, чтобы добавить декорацию. Так, и сейчас мы с вами будем раскрашивать все, что видим. Ну, во-первых, красненький цвет нам потребуется. Там для ягодок совсем чуть-чуть. Желтый цвет. Я, наверное, возьму немножко желтой импасты. Это классический цвет, классическая импаста. Можно взять любой желтый гель-лак. Можно взять немножко желтенького. Знаете, чтобы цвет ложился плотнее, можно в него добавить каплю белого. Можно неончика добавить, да, чуть-чуть. И все равно как бы беленьким подмешать все это дело, чтобы цвет ложился плотнее. И ярче. Так. И мы теперь быстренько раскрасим эти цветочки. Тем той же кисточкой. Идеальный мазок номер 0. Так, и быстренько на белый цвет. Вот желтенькие цветочки будут. Можно было бы сделать их и золотыми, почему бы и нет. Мы же сделаем, делаем с вами такую стилизованную роспись, да. Вспомнили про хохламу. Я даже вот тут вот с перепугу историю прочитала. Ну, просто хотелось напомнить, да, о русском стиле. О народном прикладном искусстве. Так. Желтые лепесточки. Все несложно абсолютно. Распределить равномерно. Аккуратненько. Черный фон выступает вообще как контур, да, у всех лепесточков. Просто постараться сделать так, чтобы лепесточки не сливались в одну кучу. Так. Можно взять немножко золотой эмпасты. Она тоже входит в состав основного набора эмпаст, который продается в магазине. Это эмпаста, которая вышла одна из первых золотого цвета. Вот. И можно немножечко вот так вот. Желтенький с золотишечком чуть-чуть подмешать. Да, цвет станет чуть плотнее. Не будет так сильно блестеть. Но нам, в принципе, для фона все равно будет хорошо. Так. И вот тут вот листочки. Чуть подзолотить. А можно было золото с зеленым смешать и немножко зеленочки добавить. Так. Ягодки. Красненькие. Красненькие. Подсушим. Подсушим. Я немножко взяла зеленый гель-лак. Видите, вот номер 404. И золото вот так немножко сделала зеленым. Так. Мне, конечно, тут все начало падать на руки почему-то. Так. И вот можно немножечко... Зеленочки добавить. Так. Рисуем в центре. Красную середину. Ягодку. Так. Есть, да? Причем так, не стесняясь. Так можно прям покрупнее привлечь внимание. Просушиваем. И, девчата, надо будет серединка, чтобы она стала более такая ярко выраженная. Можно будет по кругу добавить немножко. Вернуться к черному цвету. Потому что, если где-то лепесточки, например, у вас сольются, их можно просто разделить потом искусственно. Ну, то есть, как бы тоненькой кисточкой, да? Прочертить. Так. Давайте я возьму немножечко, наверное, черной импасты. Можно черный гель-лак взять. Можно взять гелевую краску черного цвета. Гелевая краска черного цвета, да? Всем известно. Это черный тюльпан. Ну, у меня вот черная смола стояла. Это импаста. Не плывет, не течет, не будет растекаться. Если вдруг где-то надо что-то поправить, считаю, что это самый идеальный вариант. Так. И вы аккуратненько вот так вот взяли, вот так по кругу обвели. И прям идеальной ровности. И не ждите, и не надо. Так. И теперь аккуратненько, вот смотрите, вот между, между лепесточками черный цвет заведете. И когда перекроете топом, все это выровняется. И будет ощущение, что у вас все лепесточки прям четко на своих местах. И хорошо бы, можно еще такие, знаете, максимально тонко прожилочки на лепесточечки опустить. Раньше вот много же мастера рисовали. Много рисовали китайская, да, роспись, техника китайской росписи. Немножко ушла в историю, но старые мастера многие знают. И вот в китайской технике очень хороши были розы. Потом очень было популярно среди мастеров и инструкторов нашей школы. Это, конечно, жестовская роспись. Не знаю, мне кажется, вот для меня лично, ну как для обывателя, скажем, да, для, допустим, человека, который много видел работ разных учеников, девчонок там, мне не знаю, мне кажется, самая, вот самая, красивее всех. Ну, не знаю, конечно, все инструктора во всей стране, в нашей, и за рубежом в том числе, очень многие рисовали, у многих получалось очень классно. Ну вот, если кому-то, кто живет в Ростове, значит, на Лермонтовской, 53, есть салон, где работает очень такой популярный мастер Наталья Аганова. И вот жестовские цветы, жестовская роспись, она, конечно, просто ас, просто ас. Она даже записывала курсы, курс можно купить на платформе школы Эми. Вот, и там, конечно, потрясающие цветы в технике жестовской росписи. А то, что мы сейчас с вами рисуем, это просто стилизовано, вот, под хохлому я себе придумала, что слайдер можно прикольно сочетать вот с такими вот цветочками, типа а-ля, а-ля хохлама. Вот. Чуть-чуть золотишка добавить можно. Кстати, можно так вот золотишком чуть-чуть пройтись по лепесточкам подзолотить, почему бы и нет. Кто нам запретит? Товарищ хохлама не придет, лично по рукам не ударит. Вот, тем более, что мы с вами делаем типа стилизованное, да, что-то. Просушим и добавим в серединку нашей красно-красную серединочку. Можем добавить такую яркую, красивую, желтую такую точечку. Так, вот сюда. Вот так. И вот сюда. Давно не рисовали, конечно, в основном все равно мы привыкли, что надо делать быстро, да, чтобы клиент бедненький не засиделся. Быстро заплатил, быстро ушел. Так, вот тут на ягодки немножечко точечки золотые добавим. Так, просушиваем. И еще останется такой маленький штрих в серединку желтой окружности, вот в этой кружочке, да, поставить еще точечку черного цвета, чтобы уже рисунок стал вообще ярким-ярким. Вот сюда вот аккуратненько верхнюю часть точечку раз, точечку два. Так, ну, я преследовала цель, конечно же, просто подготовить какой-нибудь такой фон в русском стиле. Я считаю, что вот хохлома – это не что иное, как вот именно хохлома подчеркнет нашу тему сегодняшнюю. Ну, хохлома – это, конечно, громко сказано, но и тем не менее. Так, просушиваем, просушиваем. И теперь, конечно же, обратимся уже непосредственно к нашему слайдеру. Фон у нас черный. Здесь на слайдере, если вот присмотреться, «Не зная брода, не лезьте в воду». «Кто рано встает, тому Бог подает». Да, русские такие поговорки, которые на слуху у всех. «Счастье не птица». Да. Вот я вот раз и зависла, потому что плохо видно. «Само не прилетит». Ага. «Доброе слово и кошке приятно». Видите, вот читаю прямо отсюда. И вот здесь я тоже прикрепляла. «Счастье не птица само не прилетит». Ну, короче, русские поговорки, которые всем давно известны. Так, про кошку. Что тут еще? «Собака». А, «Не зная броду, не лезьте в воду». Да, ну, хорошо. Как часть народного прикладного искусства будем. Так, значит, давайте определимся. На черный фон нам нужна какая-нибудь белая надпись. Я тут уже изрядно, конечно, порезала слайдер. Ну, что сделать? Это же все для того, чтобы можно было применить. Вот все шум есть на картинках, надо все применять. Так, у меня тут в кустах есть ватный диск, который я предварительно водичкой намочила. Так, надпись положила. И что мы еще добавим? Давайте мы добавим... На черном... Тут черная птичка на черном будет не видно. Давайте, я думаю, что из этого всего мы, наверное, все-таки возьмем матрешечку. Да, матрешечку, если вы не против. Так, сейчас. Секундочку. Вот здесь вот с краешку вырежу. Не хочу, чтобы вся эта картинка разлетелась у нас. Можно, конечно же, ничего не добавлять. Да, мы с вами вот так вот на черном фоне поигрались немножко цветочками. Так, и матрешка. Видно, вот надпись и матрешка. Так, ну и на что будем крепить? Конечно же, мы будем крепить на слайдер топ. Мы же работаем со слайдерами, правильно же? Слайдер топ нам потребуется. Слайдер топ выровняет нам поверхность, на которой мы нарисовали рисунок, правильно же? Вот, поэтому прикреплять будем на слайдер топ. Но, ведь, допустим, вот кто-то нас смотрит, может быть, вы не работаете со слайдер топом. Поэтому, чем можно заменить слайдер топ? Ну, конечно же, базой. Надо протянуть тоненьким слоем базы. Просто обыкновенной жидкой базы, потому что очень хорошая адгезия, очень хороший липкий слой, хорошая дисперсия на базах. Да, то есть, как бы, очень хорошее сцепление. Слайдеры размачиваются в воде, и они не имеют никакой основы липкой, да? Поэтому, как бы, пленочку надо будет прикрепить на липкость. Просушиваем, девчат. Любой гирлак сохнет 30 секунд. Вот мы, давайте с вами просушим секунд 15-20, прикрепим слайдер, а потом досушим, да? Недостающее время. Я тут поигралась немножко с топами. Если, вот, допустим, видно, вот это сделано покрытие матовым топом, а потом просто какие-то отдельные детали я выделила, немножечко объема добавила с помощью глянцевого топа. Можно ультрашайном или теклосом. Вот, а здесь вот вариант полностью на черном. И тут я прикрепила птичку, и вот, видите, она такая темноватая, немножко теня теряется. На черном фоне. И поэтому, чтобы вот элемент, который прикрепляем, не потерялся, например, можно взять его, просто выделить глянцевым топом. Прикольно получается. Вот. И прикрепляем. Так. Я даже предлагаю взять, например, чтобы прикреплять подушечку для стемпинга. Вы не против? Получается, через нее же видно, да? Все. И поэтому мы четко попадем туда, куда нам надо. Так, ну давайте начнем с надписи. Ой-ой-ой-ой. Вот, видите, там надпись на дне. Так. И прикрепляем надпись. Так. Все. Подписали. И теперь давайте матрешку непосредственно. Вот матрешка тоже уже у нас. Так, листочек у меня тут слежит перед глазами, падает. И прикрепим сюда вот матрешечку. Все лучше и сразу. Так. Теперь обязательно досушиваем. Потому что слайдер топ, я уже сказала, что просушили 10-15, ну 15-20 секунд. Ну как бы чуть-чуть не досушивай, да? Потому что время просушки у любых гель-лаков это 30 секунд. Досушиваем. Чтобы было хорошее сцепление с топом, мы же понимаем с вами, да, что слайдеры не имеют никакой дисперсионной пленки. Поэтому нам нужно будет обработать слайдеры ультрабондом. Ультрабонд никакого объема не имеет, никакой толщины вам не задаст. Он просто нам добавит липкость на поверхность. Вот здесь немножечко. И на матрешечку немножечко. И перекрываем. Ну, предлагаю перекрыть, например, матовым топом, да? Для того, чтобы потом выделить детали. Ну, еще знаете, как бы я пробовала, можно, пока сохнет ультрабонд, можно взять немножечко белого цвета. Вот я взяла немножко капельку белого гель-лака. И, например, если вы будете что-то делать на черном фоне, и вот смотрите, на мой взгляд, вот немножечко, как бы вот так хочется выделить эту дамочку в платочке, можно взять и просто вот с одной стороны взять и немножечко обвести белым. Видно вот так, немножко контур задать. Тогда будет лучше видно. Видно вот так, аккуратненько, аккуратненько. С одной стороны выделяем матрешечку. Хотите, можно и с двух сторон, но мне кажется, так более стильно будет смотреться, как будто вроде оттеняем, да? Просушим, естественно, теперь уже. И перекроем матовым топом. Матовым обыкновенным классическим у нас он один-единственный такой вельвет-топ. И перекроем. Перекрываем. Все, это как бы окончательное перекрытие. А все, что дальше, мы можем сделать уже на готовой поверхности. Ну, в принципе, то, что мы и будем делать. Просушиваем. Так, просушиваем. И теперь давайте возьмем немножко глянцевого топа. Ну, не знаю, мне очень нравится Ультрашайн. Ну, конечно, пожиже. Можно использовать Текласс. И тот глянцевый топ, и тот глянцевый топ. Да, и можно прям по матовому топу добавить нечто глянцевое. Подняла глаза. Марин, спасибо большое, что вы сказали, что красиво. А светленький вариант покажете? Да, конечно же, у нас есть время. И, конечно, мы сейчас делаем беленький фон. Тем более, что, в принципе, мы уже его подготовили. Белый гель-лак нанесли на подготовленную типсу. То есть, как бы, и на две трети части покрыли. Так, и вот смотрите. Получается у нас полностью матовая поверхность. И давайте, например, выделим матрешку и серединки у цветочков. Почему бы и нет. Так. Я себе на перчатку вот нанесла. И аккуратненько, глянцевым топом выделю матрешку. Неудобно. Сейчас я подстроюсь, а то с пальца начинает течь. Вот матрешечку глянцевую сделаем. Сильно объем не увеличиваю, смысла нет. Зато все равно видно будет очень хорошо. Серединка у цветочка, серединка у цветочка. Можно вот на эти маленькие ягодки красненького цвета поставить пару точечек. Тоже будет очень интересно смотреться. Пока сохнет, опять верну на экран то, что мы с вами сегодня делаем. Может кто-то сделает скрин и купив себе такую декорацию в виде данной адреса. Как она у нас, 135 номер народное искусство, да, и может быть как-то задействовать. Я так думаю, в принципе, вы знаете, можно попробовать делать не только на белом и черном. Можно попробовать сделать и на пастельных оттенках. Пастельный желтый, пастельный розовый. Достаточно скоростной. Да, на самом деле, знаете, я тоже думала, о боже, буду занимать, буду нудить долго-долго в прямом эфире. А на самом деле, знаете, с перепугу оно и быстро и получилось. Так, еще разочек. А то что-то у меня тут стекло пока лялякало. Так, если есть желание, можно же, конечно же, пройтись и по листочкам. Ну, тогда уже дизайн будет, конечно, смотреться более объемно, чем он есть на самом деле. Вот так, немножечко под глянцем. Ну, это просто, знаете, специфический черный фон. Специфический черный, вроде бы и не хочется, чтобы совсем там, да, все было матовое. Ну, не знаю, мне кажется, вот с глянцевыми вот такими. Добавлениями, в принципе, смотрится уже прям по-взрослому. Дамочка станет чуть-чуть объемнее. Просушиваем. Так, в принципе, скоростной, знаете почему? Потому что не так много мы элементов, конечно, добавили. Я пробовала и с клубничками делать, видите, вот клубнички, да? Вот, но я делала его первым, и меня немножко напугало, что все-таки сливается, не видно. Поэтому хотелось немножко уйти от красного, и поэтому появился вот этот вариант с цветочками. Ну, еще раз скажу, что не просто так появился, а просто потому, что нашла это на просторах интернета. Видите, вот он, с такими красными ягодками в середине, да, цветочки. Ну, если можно, например, на соседний палец уйти, можно было бы уже там просто листочки добавить, допустим, там вот такие, видите, вот мелкие цветочки. Классный вариант, очень сильно мне понравился. Ну, и простой, простой. Хотя можно было заморочиться вот с клубничками. Как-то делала внуку среднему в садик разрешила. Лошарик вот так с клубниками, это уж прикольно смотрится. Вот, но это вот у нас по мотивам хохломской росписи. Так, ну и в то же время все у нас как бы все готово. Так, мы сейчас свернем вот сюда. И сделаем какой-нибудь еще вариант. Вот так, смотрюшка. И теперь давайте по беленькому варианту пройдемся. И сделаем просто без росписи. А, допустим, добавим, давайте мы технику стемпинг. Потому что стемпинг сейчас рулит. Тем более, что у нас есть пластина, я вспомнила, с кружевами. Тоже что-то так занервничала, когда готовилась. Пластина с кружевами. Уже давно-давно те, кто работают с пластинами Эми. Эта пластинка, конечно, вышла одна из первых в работу. Может быть, вот номер 4 кружева. Видите? Хотя на самом деле можно взять какую-нибудь цветочную тему. Нас же просто типа интересует как бы дальний план. Поэтому можно взять магию природы, например, там с листочками что-нибудь на задний план. Или, например, варианты. Хотела быстро там просто цветочки или листочки. Вот с пластины ботаника, например, 10 номер. А можно было с сеточками, например, какую-то сеточку замутить на задний план. Это цветы и узоры. Пластина номер 9. Так. Ну и естественно нам потребуется белый лак для стемпинга. Белый лак для стемпинга. Так. Штампик у нас стоит под руками. Давайте. Белое на белом, естественно, видно не будет. Так. Давайте какой-нибудь вот такой, например. По большому счету, честное слово, там все равно. Кружево какое-то можно взять. Может, у вас какие-то другие еще интересные варианты есть. А вы видите вот эти вот, это самое, как раз-таки такие, типа, вензелечки нам небольшое количество-то надо. Всего тут ничего. Так. Убираем все лишнее. Почище. Легкий накат. Вензелечки набрали. Что-то вы знаете, что-то мне не очень понравилось. Что-то я тут левой ногой решила, что мне все можно. Сейчас я секунду поправлю. Не буду ничего вытирать. Сразу сюда же, еще разочек. Так. Надо более ответственно относиться даже к самому легкому элементу, конечно же. Так. Легкий накат. Не давлю на подушечку от слова совсем. Ну да, вот так мне больше нравится. Окей. Убираем все в сторону. И добавляем сюда. Узоры. На часть, на которую, да, у нас не попала краска. Так. А дальше, дальше мы с вами продолжим работать уже непосредственно со слайдерами. Но еще есть такой момент, секундочку. Хотела бы я отделить две зоны между собой. А считаю, что самый лучший вариант, это самые мои любимые шармикончики. Например, золотые линии. Есть черный, белый, серебряный. На каждом прямом эфире об этом говорю. Просто мне очень нравится, как они взяли тоненько там, приклеили и разделили. Так. Ну, тогда нам нужно будет, конечно же, добавить в работу тонкий-тонкий слой промежуточный теклоса. Теклос у нас... Теклос и шармиконы – это два понятия, которые неотъемлемо созданы друг для друга. Потому что слайдер, может быть, у меня попадет и на верхнюю зону моего ноготочка, и на нижнюю. Поэтому вот здесь вот теклос с тонким слоем, очень-очень тонким. Можно было нанести только туда, куда собираюсь приклеить. Но вот оно у меня, получается, будет не продольное, а поперечное. Поэтому я лучше тоненько нанесу на всю поверхность. Так что вот такое. Почему-то свет у меня. Сейчас поправлю лампу, девчонки. Ну, не хочет, не надо. Так, пониже сделаем. Так. Достанем полосочку. И вот сюда вот отделим, да, две зоны между... Разделим ноготочек, да, на две зоны. Вот так вот друг от дружки отделяем. Ну, а слайдер будем прикреплять, не будем заморачиваться. Куда ляжет, туда и ляжет. Так, пока пусть сохнет. И давайте определимся, что будем прикреплять. Хочу какие-нибудь веточки, цветочки, чтобы были. Так, так, так. Сейчас, сейчас. Так, потеряла бумажку, в которой у меня... Сейчас, девчат. Они, в принципе, тут есть, нормально. Давайте можно вот взять на такой, например, вот с птичкой. Как вы относитесь с птичкой. Хотя мне больше хотелось, конечно, заострить внимание на жуке, вот на этом красивом. Ну, ладно, пусть будет с птичкой. Немножечко лишний обрезу, потому что хочу, чтобы все задействовать. Вот, вот прям все, что есть. Так, по кругу, по кругу, по кругу. Так, влажная салфеточка у меня тут вот лежит. Так, тихо. Ага. Так, что еще задействуем? Ну, давайте, хочу, не знаю, ну, хочу жука прикрепить. Мне нравится, как он ярко смотрится на белом фоне. Чтобы лапу ему не отрезать надо. Не знаю, нравится он мне. Мне нравится больше, чем птички. Они такие яркие получаются, прикольные. Так, жук тоже есть. Так, ну и посмотрим, что у нас поместится. Так, вот сюда вот хочу птичку. А вниз жука. Ну, давайте попробуем. Не знаю, поместится, значит поместится. Хочу еще вот надпись какую-нибудь прилепить. Ну, тут понятно, что на белом фоне надпись будет черного цвета. Пословицы и поговорки. Ну, это, конечно, пословица в нашем случае. Так, ну вот тут будет сверху птичка. Так, поехали. Значит, прикреплять мы слайдеры будем на слайдер топ, естественно. Слайдер топ. Тонким-тонким слоем наносим на всю поверхность. Очень-очень-очень тонко. Да, это хорошо, когда типса, да, без пальца? Залезла, считайте, везде. И на кутикулу, и на врост, и куда только не залезла. Когда небрежно машешь рукой. Так. У меня где-то есть такой маленький штамп. Ну, вообще-то никакая разница. Сейчас мы штамп этот возьмем и с помощью штампа будем. Он прозрачный. Видите, через него видно, что вы будете куда прикреплять. Так, ну что. Начнем мы, конечно, с птички. С народного такого промысла, вот такого искусства. Так, ну давайте вот так наискосочек. Вот так. Есть, да? Потом мы там лишнее все уберем. Теперь непосредственно поговорочку. Так, что, кстати, мы тут прикрепим? О, доброе слово и кошке приятно. Это когда хорошие, добрые комментарии. Так. А внизу еще жука посадим. Ну, чтобы уже совсем дорого-богато. Все лучше и сразу. Так, обязательно прикрепили. Обязательно подсушили. Так, спрашивают у нас девчонки. Да, да, да. Все есть в прямом доступе. Все продается. Вы имеете в виду слайдер, да? Слайдер. К заказу, если что, в номер 135 народное искусство. Видите, вот такой вот матрешки. Да даже просто красиво сделать. Не знаю, можно ничего не расписывать. Можно просто добавить. Но, понимаете, допустим, когда выпускается материал, там, например, где реклама идет, допустим, в инстаграм, да? Там есть, как бы, вид рук. Допустим, небольшие, коротенькие, квадратные ногти. И там просто приклеены вот эти картиночки на все пальчики. Можно просто птичку прикрепить, и дизайн будет самодостаточным. Почему? Не обязательно что-то выдумывать. Правда же? Ну, а у нас, как бы, мы все время стараемся чуть-чуть, ну, не знаю, усложнить. Но это громко сказано. Почему? Ничего не усложнить. Просто сделать как-то интереснее, что ли. Совместить разные техники. Вот там, роспись. Плюс слайдер, да? Или техника стемпинг плюс слайдер. В лучших традициях школы Екатерины Мирошниченко. Так, ну что, ультрабонт, конечно же. Конечно же, ультрабонт. Я лишнее просто пленочку убрала с помощью пилочки под руками. Лежала. Все, ультрабондом обработали. Высыхает на воздухе в течение минутки, а лучше двух. Ой, 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 ой. Нас видно? Я пытаюсь посмотреть комментарии. Классно, очень красиво. Спасибо большое, Инна. Спасибо, Марина. Спасибо, девчонки. Вообще большое за то, что вы смотрите нас. Так, ну все, высохло. И перекроем. Давайте глянцевым топом перекроем. Предыдущий у нас вариант был с матовым топом. Мы давайте перекроем глянцевым топом ультрашайном. Так, перекрываем. Все. И просушиваем. Просушиваем. Так, к заказу. Я считаю, что надо попробовать. Если вы делаете дизайн, почему бы не попробовать взять работу вот такой вот необычный, неординарный слайдер. Нейл дресс. Народное искусство, номер 135. Какие мы цвета использовали? До фона белый, черный. Для росписи просто взяла немножечко кусочек, срисовала. Типа хохломскую роспись. На самом деле до хохломской росписи еще очень далеко. Смотрите, вот тоже пыталась нарисовать от руки. Видите, вот типсик тоже тут, типа клубнички, ягодки. Буквально два взмоха кисточкой. И потом думаю, ну все, однозначно, на слайдере тут есть черный заяц, черная лошадка. Видите, вот они. Думаю, ну на белом фоне сейчас ляпну, и все будет красиво, и все будет хорошо. И почему-то так получилось, что у меня слилось вот это вот место, как бы заяц с листочками. И я опять же просто взяла и по краешку белым цветом отделила. И получается четко заяц виден. Видите, прикольное такое вот, как бы. Чуть-чуть отделила, хоть и черное на белом, а все равно, как бы, контура немножко не хватило. Все остальные варианты, девчат, ничего там нигде не нарисовано. Все сделано с помощью декораций. Так, давайте мы его прикрепим. Ну, вот сюда, чтобы для фотографии было удобно вам, чтобы скрин сделать с экрана. Вот что у нас с вами получилось. Может быть, вы придумаете что-то свое. Может быть, что-то такое у вас получится. И, я не знаю, пришлите мне, допустим, в ВКонтакт или, не знаю, в Инстаграм. Я не очень сильный такой, не силен в пользовании Инстаграм и ВКонтакта, но в любом случае могу увидеть. Может, какие-то еще варианты придумаете, потому что товары рекламируем постоянно по четвергам, вот ВКонтакте в 2 часа дня, да. И на страницах Инстаграма в час по понедельникам. Мы в эфир повторим, как бы, в Инстаграме. Может быть, какой-то другой вариант так же вот сделаю примерно. Вот, может, какие-то у вас варианты свои в голове возникнут. Ну что, всем спасибо огромное за ваше внимание. Спасибо, что вы слушаете нас, чуть-чуть подсматриваете за нами. Вот, поэтому я надеюсь на встречу в следующий четверг ВКонтакте в 2 часа дня и в понедельник в Инстаграме, да, на страничке нашей Эмишной. Вот, всем удачи, лето еще продолжается, еще у нас кусочек августа впереди, там сентябрь и бабье лето, всем тепла, солнышко, вот, ну и, конечно же, удачи в работе и побольше денежных клиентов. Всем удачи, девчат, до свидания, всего самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok